День работника СМИ в Абхазии отмечается 27 февраля. Это время, когда мы получаем поздравления друг от друга и принимаем пожелания от наших зрителей, слушателей и читателей. Так как дата профессионального праздника выпала на будний день, Союзом журналистов Республики под руководством Руслана Хашик было принято решение провести общее мероприятие в субботу 29 февраля. Среди гостей мероприятия вице-премьер правительства, министр финансов. Дженсук Нанба поздравил журналистов с праздником и отметил нелегкий труд работников СМИ. В эпоху современных технологий, технологий медиа, вы обладаете очень серьезной силой. Вы именно те, кто доводит до людей информацию. И то, насколько вы делаете это качественно, зависит не только то, что услышит тот или иной гражданин и человек, но и во многом результаты вашей работы отражаются на самом государстве. Я хочу пожелать вам огромных успехов. Я хочу пожелать вам здоровья и неиссякаемых сил. Союз журналистов Абхазии ежегодно проводит конкурс лучших работ в разных номинациях. В этом году заявки подали более 40 журналистов. Отдельный конкурс был организован при содействии Министерства по репатриации и демографии республики. В его рамках первая премия была присуждена телефильму «Выселение журналистов ГТРК Астанды Кецба». Хотела бы поблагодарить членов жюри за столь высокую оценку моей работы. Скажу вам откровенно, тема далась мне очень нелегко. Я прям пропустила ее через себя. В 19 веке народ Абхазии перенес страшную трагедию, пережил геноцид. И я думаю, что каждый из нас, от рядового гражданина до самого высокопоставленного чиновника, должен об этом помнить. Всегда. История должна быть поучительной. Первой премией в этом же конкурсе, но уже в другой номинации, печать была удостоена работа журналиста Элеоноры Кугонья. Очерк, посвященный трагически погибшей репатрианке Хандане Куджба, который был опубликован в журнале «Алашара». В номинации интернет-издания победила корреспондент информационного агентства «Спутник Абхазия» Асмат Цвижба. На этот материал я не рассчитывала. Представляла и другие материалы в рамках дежурного по району. История о репатрианке Суреи Чаха, которая основала свой бизнес в Абхазии, которая, как мне она рассказала, влюбилась в нее с первого взгляда. Вот такая вот человеческая, душевная история. Такие истории всегда очень интересны нашим читателям. Мы пытаемся находить их. В общем конкурсе Союза журналистов в номинации «Телевидение» признание и награду первой премии получил проект «Независимость» под авторством журналиста АГТРК Наалы Мукба. Цикл передач посвящен одной из самых актуальных проблем современного абхазского общества – наркомании. Сам проект, его появление на абхазском телевидении произошло благодаря отцу Давиду, наместнику Новоафонского монастыря. Он пришел с идеей на абхазское телевидение сделать вот такой цикл о наркомании, потому что проблема действительно номер один, и ее уже сейчас нужно решать. И я благодарна, что вот у меня получилась вот такая команда людей, которым точно так же интересно работать над этими социальными темами. В номинации «Печать» первая премия досталась Борису Каджая за материал «Современная басня» в газете «Обсны». В номинации «Интернет-издание» победу одержал журналист информационного портала Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Саид Барганджа за очерк о Марине Эшба «Жизнь в скульптуре». За любой работой и за этой стоит труд нескольких человек. Это в первую очередь руководитель информационного портала Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Амина Лазба, которая контролировала весь этот процесс от начала и до самого его конца. И, конечно, ее совет, ее рекомендации, которые я использовал, в принципе, наверняка привели к тому, что сегодня у портала есть эта награда. Почему это приятно и отрадно? Потому что информационный портал публикует свои материалы на шести языках. Это языки, которые используют наши соотечественники по всему миру. И это такая уникальная возможность для наших соотечественников за рубежом читать о жизни таких выдающихся людей, как Марина Эшба. После церемонии награждения состоялась презентация официального сайта Союза журналистов Абхазии. Данный ресурс станет площадкой, где все желающие смогут узнать о текущей работе, плановых мероприятиях и, что самое интересное, поближе познакомиться с профессиональной историей каждого абхазского журналиста.